здравствуйте дорогие мои друзья христос посреди нас сегодня мы с вами продолжаем вместе читать евангелие от луки нам предстоит 15 глава и опять же тема этой главы удивительным образом совпадает тем что происходит в израиле сегодня а происходит собственно день очищения день покаяния йом кипур подробнее о нем мы расскажем вам в нашем выпуске блога святая земля сегодня который выйдет завтрак вечеру на канале а пока скажу что вокруг меня полная тишина во всем иерусалиме не ездит практически совсем машины многие очень улицы перекрыты не работают магазины на улице люди только если гуляют да это людей немного поэтому вот эта удивительная тишина покаянный настрой передается ну всем без исключения жителям города и как ни странно евангелие сегодня именно тоже о покаянии и вот 15 главу мы прочитаем с вами всю целиком она очень маленькая состоит по сути дела из трех притч напоминаю что мы читаем по церковнославянские для того чтобы улучшать свое понимание этого языка языка на котором молится наша русская православная церковь так что если кому-то трудно берите в руки новый завет открывайте в евангелие от луки 15 главу на любом удобном для вас языке и читайте вместе с нами бяху же приближающийся ему все мы тарие и грешницы послушайте его и раптаху фарисеи и книжницы глаголище якусей грешники приемлет и с ними яст рече же к ним притчу сию глаголя ки человек от вас и мы сто овец и погубль едину от них не оставит ли девятидесят и девяти в пустыне и едет вслед погибшие донди же обрящит ю и обрет возлагает на раме своей радуйся и пришед в дом созывает други и соседы глаголе им радуйтесь и со мною яку обретох овцу мою погибшую глаголю вам яку таку радость будет на небеси о едином грешнице кающимся нежели о девятидесятих и девяти праведник и же не требует покаяния и лекая жена и муще десять драхм аще погубит драхму едину не вжигает ли светильника и пометет храмену и ищет прилежно донди же обрящит и обретши созывает другини и соседы глаголющий радуйтесь и со мною яку обретох драхму погибшую таку глаголю вам радость бывает пред ангелы божии о едином грешнице кающимся речи же человек некий име два сына и речей юнейший ею отцу отче дождьми достойную часть имения и раздели има имение и не по мнозьих днех собрав все мне сын отыди на страну далече и ту расточи имение свое живые блудно изжившую же ему все бысть глад крепок на стране той и той начать лишатеся и шед прилепися единому от житель то я страны и посла его на села своя пасти свинья и жилаше насытите чрево свое от рожец я же ядяху свинья и никто же даяшу ему в себе же пришед рече калику наемником отца моего избывают хлебы азже гладом гиблю восстав иду к отцу моему и реку ему отче согреших на небо и пред тобою и уже несем достоинно решися сын твой сатвориме а яку единого от наемник твоих его став иди к отцу своему и че же ему далечу сущу узрей его отец его и мил ему бысть и тек нападе навыю его и облабы за его Рече же ему, сын, отче, согреших на небо и пред тобою, и уже несем достоин нарещися сын твой. Рече же, отец, к рабам своим, изнесите одежду первую, и облиците его, и дадите перстень на руку его, и сапоги на нозе. И привет, шетелец, упетенный, закалите, и ядше веселимся, яку сын мой сей мертв бе и оживе, и изгибл бе и обретеся, и на чаше веселитеся. Беже сын его старий на селе, и яку гряды, приближесе к дому, слыша пение и лики, и призвав единого от отрок вопрошаши, что у бы сия суть? Он же рече ему, яку брат твой прииде, и закла отец твой телец упетенный, яку здраво его прият. Разгневався же и не хотяши в нити, отец же его изшет, моляша его, он же отвеща в рече отцу. Се таликоле отработаю тебе, и николи же заповеди твоя приступих, и мне николи же далеси козляти, да садруги своими возвеселился бых. И когда же сын твой сей изъедает твое имение с любодейцами прииде, закла ему телец питомый, он же рече ему чадо, ты всегда со мной еси, и вся моя твоя суть. Возвеселите же ся, и возрадовате подабаше, яку брат твой сей мертв бе и оживе, и изгибл бе, и обретеся. Здесь мы видим с вами три притчи. Три притчи на одну и ту же тему, на тему покаяния. В Евангелии много говорится о покаянии, это не единственная глава, в которой говорится на эту тему. Однако здесь Господь дает нам удивительное вдохновение, скажем так, стимул к покаянию через то, что показывает нам ту радость, которую испытывают Бог, все святые ангелы, когда обретается заблудшая душа. То есть, иными словами, когда мы каемся, когда я каюсь, когда вы каетесь, да, вот если у нас бывает отчаяние или уныние, что Богу до нас нету дела, что да какая разница, да, Господу вообще, что мы делаем, он слишком занят, да, большими мировыми проблемами. То вот здесь мы видим с вами, каково на самом деле наше взаимное общение, взаимоотношение с Богом. И для того, чтобы нам это было нагляднее, понятнее, чтобы мы смогли это ощутить более личностно, Господь дает первые две притчи, которые связаны с такой совершенно вот бытовой, скажем так, ситуацией, да, пастух, потерявший овцу. Ну, сейчас немногие из нас с вами, наверное, пастухи, да, но в древности это была ситуация очень типичная во времена Христа. Пустыня здесь, это не пустыня с песками и барханами, разумеется, это пустошь, то есть место, не занятое сельским хозяйством, где в древности пасли овец. Ну, в частности, вот у нас под Иерусалимом это иудейская пустыня, то есть это сирийская степь геологически, да, много раз я уже вам о ней рассказывала и ее показывала, да, это такое вот место, непригодное для сельского хозяйства, однако, благодаря тому, что там есть оазисы, есть природные источники, а зимой выпадают дожди и на три месяца есть прекрасная трава, это пастбище, то есть здесь пастухи пасут. Даже летом, кстати, овцы едят прекрасно вот эти сухие колючки, сухие растения и вполне ими насыщаются, так что здесь часто можно видеть и сегодня стада. И вот когда одна овечка потерялась, да, пастух идет, пускается в опасное путешествие, залезает во всякие расщелины, в пропасти спускается, ищет ее, потому что сама она дорогу домой не найдет. Во-первых, очень много опасных троп в пустыне, во-вторых, дикие звери могут напасть, даже сейчас в пустыне живут волки, которые нападают на овец. И вот это образ того, как Христос Спаситель ищет заблудшую душу, да, Господь спускается в пропасти бездны человеческого греха, да, как вот Христос приходит на землю в бездну человеческой немощи и греха, и оттуда вытаскивает вот этих своих заблудших потерянных овец. Здесь у нас может быть такое немножко негативное восприятие, да, что овца – это что-то принадлежащее к стаду, стадные чувства, да, у нас есть очень в нашей культуре, скажем так, да, и в быту понятие овца – это что-то бессловесное, тупое, покорное, быть членом стада, а тут, наоборот, здорово, она вышла из стада, она самостоятельная овца, она мыслит независимо и так далее. Это разные, просто-напросто разные образы, разные мысли, которые передают нам разные люди, используя вот эту вот метафору стада и овцы, да. Можно и так сказать о стаде. В данном же случае здесь берутся совсем иные качества. Здесь стада – это группа, да, овечье стадо – это группа покорных, послушных, любящих Бога людей, то есть, по сути дела, это церковь, фактически, да, можно сказать, это образ общества, объединенного любовью к Богу, послушанию к Богу, то есть, однозначно, коннотация хорошая, добрая, это совсем не тупое сборище людей. Да, один другого вдохновляет, если один идет в Царствие Небесное, другие за ним начинают устремляться, да, это может быть образ тоже духовников и их духовных чад, ну, тут много можно сказать разного. И вот овца – это здесь как существо, умеющее доверять, как существо покорное в хорошем смысле слова, покорное Богу, покорное воле Божией, кроткое, да, поэтому здесь стадо не несет никакого плохого смысла, и если овечка от пастуха и от своего стада, то есть от того места, где все ее по духу родные, близкие, да, души пребывают по духу близкие, да, то есть тоже пытающиеся спасаться, как и она, и идти за Христом, если она от них отбивается, она гибнет, то есть здесь стадо и овцы – это образ благочестивой, доброй жизни с Богом в ограде церкви, однозначно, да. И вот, соответственно, смотрите, как находит пастух овечку в этой притче, он ее находит и кладет ее на плечи, на рама, на рамена, да, то есть на плечи, и несет ее обратно, то есть овечка ведь устала, пока она блуждала, она там измучилась, а может и поранилась, да, вот потрясающая любовь этого пастуха, вот к этой овце, то есть любовь к Богу, любовь Бога к потерянной заблудшей душе, да к каждой душе, да к каждому из нас. Другая притча, здесь Господь предстает нам в образе жены, женщины, которая потеряла монету, святые отцы так и говорят, что эта женщина, это либо сам Христос, либо это образ церкви тоже, да, разумеется, женский образ, но пусть нас не смущает, что Бог как бы в женском образе, конечно, Господь для нас в мужском образе, да, как начало всех начал, но тем не менее, опять же, как начало всех начал, как создатель, создавший и мужское, и женское, он является источником и того, и другого, поэтому нередко можно встретить в Библии образы женские, и Господь действительно не только наш заботливый отец, но и мама, да, то есть он как мать заботится о нас, и в данном случае не случайно используют женский образ. Женщина по-другому ищет, чем мужчина, она ищет с особым прилежанием. Смотрите, потеряв монетку, что делает эта женщина? Она устраивает генеральную уборку в доме, она выметает каждый сантиметр, каждый угол и ищет эту монетку. Вот так же Господь Спаситель все средства использует, с полной тщательностью и самоотдачей, так сказать, да, ищет каждую заблудшую душу, ищет каждого из нас, потому что кто из нас может сказать, что он душа незаблудшая, да, в общем-то это очень будет самонадеянно и неразумно такое думать и говорить. Соответственно, Господь ищет каждого из нас, вот так же, как эта женщина ищет монетку. И когда она ходит, какая бывает радость? Вот этой радости, по сути, посвящены все три притчи этой главы. В этом удивительность подхода здесь, потому что через вот эту радость Господь пытается, во-первых, приблизить нас к этой теме, потому что радость от того, что я потерял и нашел что-то, очень понятна. Ну, абсолютно любому человеку, ну, с каждым в жизни бывало, что ты что-то потерял, мобильный или телефон, или какие-то деньги в доме кто-то спрятал, не может их найти, потом находит, или, не дай бог, может быть, кто-то терял ребенка и находил потом без вести там пропавшего сына или дочь. То есть мы знаем это состояние, этой радости от потери и обретения, встречи, да, и Господь вот для этого это дает, и для того, чтобы показать нам, как человеку любив Бог, как он относится к нашему покаянию, чтобы мы не думали, что это, как, знаете, вот большой офис, директор Иванов там в годовом отчете понаделал грубых ошибок, да, но пошел к директору и говорит, ну, простите меня, там, не знаю, Павел Сергеевич, я вот больше не буду, ну, я вот каюсь, давайте, согласен, там, из зарплаты даже отдать, извините меня. Ну, и директор так скривив, как бы, рот, говорит, ну, ладно, хорошо, пока тебя увольнять не буду. Мы думаем, что Господь также реагирует на наше покаяние. Нет, оказывается, нет, да, в Евангелии это сказано, что нет, бывает великая радость. То есть сравнить с тем, что директор бы сказал, ребята, сегодня идем в ресторан, всем офисом гуляем, празднуем, пьем шампанское, произносим красивые тосты в честь нашего дорогого Иванова. Он осознал свои ошибки, он раскаялся, он теперь с нами, да. То есть это примерно так себе, образить невозможно, да, то есть такого не бывает. Соответственно, вот, это нам показывает, как относится Господь к нашему покаянию, дает нам с вами потрясающую совершенно надежду и утешение, и вдохновение к покаянию. Если это так важно для Бога, да, то как же я могу не пойти на это дело, как же я тут могу еще в чем-то сомневаться, да. Также дает пример, как мы должны реагировать, когда наш брат кается перед нами, и мы видим, что он сокрушается, ему жаль, что он сделал что-то не так. Так ли мы радуемся? Или мы, скрипя сердце, ну, так и быть, его прощаем в надежде, что он кается все-таки искренне, а то еще и говорим в спину, да, знаю я, как он кается, то он только притворяется, на самом деле ничего, он не раскаивается. Или, ну да, решил изменить жизнь, когда уже на пенсию пора, ага, всю жизнь как всех мучил, там, и жену извел, и детей извел, ну, конечно, теперь он кается, так мы ему и поверили, нашел время, да. Вы знаете эти реакции наверняка, да, слышали, видели, может быть, даже на себе испытывали. Соответственно, нам пример от той радости, которую мы должны испытывать, когда мы узнаем о покаянии человека, изменении его жизни. И вот как можно сказать о апогей вот этих двух притч, как, скажем так, самый сильный, третий пример, самый сильный, это притча, конечно, о блудном сыне, которую все вы прекрасно знаете, и миллион раз слышали, даже люди неверующие, многие находят эту историю совершенно чудесной, трогательной, удивительной. Она легла в основу разных и произведений художественных, и чего только нет. И вот, соответственно, здесь что мы видим? Здесь мы видим некоего человека, это сам Господь, и два сына. Вот эти два сына, на самом деле, по мнению святых отцов, то вообще-то оба грешники. Ну, скажем так, один сильный грешник, это младший сын, да, а старший, это как бы мнимый праведник. Ну, как фарисей, да, вот и саддуки во времена Христа. То есть он по внешности-то праведный, он живет всегда при отце, то есть формально исполняет заповеди, но по душе своей он очень далек от милосердия, любви, сострадания и так далее. И вот младший сын, младший брат говорит, отдай мне мое имение, я хочу уйти. Что это за имение? По мнению святых отцов, это наша сила ума, сердце и наше тело. То есть все, что Господь нам дал для того, чтобы мы могли расти для Царствия Небесного, чтобы мы могли спасаться, совершенствоваться, добродетели, делать добрые дела для Бога и для людей. То есть весь наш состав, как бы, да, и вот это все он просит, отдай мне, и я буду этим пользоваться, как я хочу. И он идет и тратит это, то есть то, что не его, а его наследство. То есть наше сердце, разум и тело, оно ведь не наше, оно дано нам Богом, правильно? И вот он тратит это наследство, это достояние на пустоту, на грехи, на пагубные всякие вещи, дела, будь то блуд или пьянство, или да все, что угодно, осуждение, жадность, любые вещи, что-то можно, любые грехи подойдут, да? И он растрачивает это все. И как мы часто с вами знаем, вот мы тоже наверняка знаем, когда мы живем духовно невнимательно и грешим, наступает жуткая пустота. Пустота, страх, одиночество. И вот человек так, расстраившись, он, собственно, остается, ну, как бы, скажем, вот ни с чем, он остается нищим, пустым. И он начинает искать, чем насытить это, это схоже с голодом, да? Чем насытиться, куда пойти? И он начинает идти, опять же, к тем же людям, с которыми он творил грехи, к тем из них, которые преуспели в этом, или к тем из них, которые претендуют на какое-то знание, духовное лидерство и готовы ему помочь, к магам, экстрасенсам, людям, которые занимаются психоанализом, занимаются медитациями, занимаются релаксациями, не знаю, там, чем угодно, и пытается духовность достичь через душевность, да? Может быть, он даже начинает ходить в театры, концерты, или, я не знаю, еще куда-то, да, конечно, классические произведения, вообще музыка, театр могут привести человека к Богу в определенных случаях и определенные произведения, но в целом могут и быть замены хлеба, как вот эти рожки для свиней, замены настоящей еде. Да, рожки очень сладкие, да, также плоды нашей светской культуры порой могут быть очень сладкими, даже душу на какое-то время развлечь или занять, например, чтение художественной литературы, когда депрессия очень даже может развлечь человека, но не исцелить, потому что до конца это сделать может только Бог, человек должен обратиться к нему, помолиться, должен пойти в церковь, как мы с вами знаем, да, причаститься, исповедоваться и так далее, то есть в обратном порядке исповедоваться, причаститься и, соответственно, начать жить по-новому, начать молиться регулярно и так далее. А вот здесь вот эти, кстати, рожки, это тоже образ очень интересный, если знать о них, рожки, это плоды рожкового дерева, стручки такие, мы вам их тысячу раз показывали в нашем блоге, они действительно сладкие на вкус, но если их съесть много, однозначно будет болеть живот, это пища тяжелая и даже вредная, вот, то есть чуть-чуть так пососать, погрызть приятно, но насытиться ими, боже упаси, это можно в больницу попасть, тяжелая пища очень, это все-таки стручок, он жесткий, он грубый, и вот так же точно вот эта ложная душевность, вернее, душевность, которая ложная духовность, по сути дела, когда человек только на это уповает, в этом надеется найти свое, насытить свое, утолить свой духовный голод, да? И вот пасущие свиней и свиньи, пасущие свиней, по мнению святых отцов, это люди, совершенные в грехах, живущие по законам мира сего, а свиньи – это дурные помыслы, это греховные помыслы, свинья – животное нечистое, в Иудее разводили свиней только, язычники евреям, они были запрещены в пищу, они их и не разводили, соответственно, свинья – это уже указание на что-то, связанное с бесами, с миром греха, нечистоты, ну и так далее. И вот так, измучившись, приходит он в дом отца своего с великим смирением и покаянием, и говорит, не достоин ли я называться твоим сыном, прими меня как хотя бы одного из наемников твоих, то есть я буду смиренно исполнять все, что ты скажешь, а ты не давай мне того, что положено сыну, я не достоин, но хотя бы ту малую долю еды, питья, духовной пищи, то есть ту малую крошку благодати, которую ты даешь тем, кто работает у тебя как наемники, просто ради денег, дай мне. И отец, видя такое смирение, дает ему лучшие одежды, дает ему перстень на руку его и велит устроить большой пир. И вот старший сын приходит с жалобами. Как же так, говорит он? Я никогда от тебя не отходил, заповеди твои внешние все творил, и ты никогда мне ничего подобного не дал, то есть никогда я не испытывал такого праздника души, такое ощущение благодати, радости, если духовный язык это переводить, посещение Божьего. Ведь многие люди говорят, годами молюсь, ничего не чувствую, он говорит, сыне мой, ты всегда со мной, а этот пропал и нашелся, и особая радость. Теперь по идее надо найтись и старшему, ему это проще, ему всего один шаг, просто порадоваться за младшего брата, смириться, растворить сердце любовью, и вот он уже тут, он у порога стоит, ему не надо длинный путь проделывать, как младшему от своих грехов, он уже в доме отца, фактически ему только сердце-то раскрыто для объятий отчих. Вот как интересно, и вот святитель, по-моему, Игнатий Брянчанинов говорит, что эта притча также показывает нам вообще путь человека к Богу. Сперва осознание своих грехов, потом встал и пошел, то есть начал делать уже действия, необходимые для своего, так сказать, спасения, выздоровления, и так далее. То есть человек идет на исповедь, человек идет в церковь, человек начинает, останавливает свои греховные дела, пытается как-то жить по-другому, молится Богу. А третье – это уже действия благодати Божией. Когда благодать Божия обнимает человека, принимает Господь его в свои объятия, утешает и посылает ему уже духовную помощь, благодать уже свыше, неестественного порядка уже. То есть Господь своей благодатью укрепляет кающегося человека на его пути. Вот так интересно от нас осознание и решимость, а от Бога уже, по сути дела, воплощение этого всего теперь уже в жизнь, потому что без его помощи мы опять упадем и не справимся. И вот хочется закончить тем, той мыслью, которую выразил Макарий Великий, что если такая великая радость бывает о спасении грешника, такая же великая печаль бывает о падении, когда человек грешит. Плачут и все святые, и ангелы, и великий скорбь на небе, когда люди грешат, потому что, как он говорит, как когда хоронят богатого человека, который в потенциале мог бы многих облагодетельствовать, поддержать, защитить, помочь. И вот он умер, и все скорбят, плачут, рыдают о нем. Вот так же точно рыдают ангелы, святые, о любой душе, которая падает в бездну греха, и, конечно, мы с вами знаем, что здесь помочь и спасти могут молитвы близких, молитва ангела-хранителя, человек крещеный, молитва святого, имя которого он носит. И вот так, то есть теперь уже, дальше будет уже, возможно, возвращение, возможно, и нет. То есть вот это очень тоже такой образ к ответственности нас большой призывающий. То есть мы через эти образы понимаем, что наши взаимоотношения с богом не безличные, не казенные, а очень личные, глубокие отношения с богом. Очень непосредственные, интимные, даже я бы сказала, отношения с богом, как вот у ребенка с мамой. И, соответственно, никогда не будем допускать мысли, что богу до нас нет дела. Вот. Ну вот, мои дорогие, на этом мы с вами на сегодня заканчиваем наше евангельское чтение. Хочу напомнить тем из вас, кто посещает регулярные лекции Рафаила на ТОПОСе по истории Иерусалима. Завтра в 18 часов будет шестая по счету уже лекция от Александра Македонского до Римлян. Я напоминаю, что записаться нужно заранее. Лекция идет только по закрытой ссылочке. Участие в лекции стоит аж на 250 рублей. Надеюсь, это недорого даже для пенсионеров и малоимущих. И записаться надо на сайте ТОПОС. Вам нужно под этим видео, есть описание видео, нужно нажать на ссылочку на сайт, там написано наш сайт, видео путешествий, ТОПОС и так далее. Там есть ссылка. Вы переходите на сайт ТОПОС и в меню выбираете страницу лекции. Там сразу у вас развернется маленький такой списочек. Новые лекции и прошедшие. Ну, разумеется, вам в новые. Там все прочитайте. Там очень краткая, четкая инструкция, как происходит запись, где потом будет ваша ссылочка и так далее. И вы записываетесь. После прямого эфира записавшимся лекция будет доступна в записи в течение 7 суток. То есть у вас в профиле будет постоянная ссылка, на которую в любое время вы можете нажать, пересмотреть лекцию или просто посмотреть ее в записи, если вы на эфир не успели. Ну, или даже в теории пригласить к экрану кого-то из близких и поделиться, посмотреть вместе. Единственное, что переслать ее вы никому не сможете, потому что эта ссылка сделана таким образом, что она как бы существует только у нас на сайте. Так что тут, к сожалению, нет. Но позвать домой, кому-то показать, пожалуйста. Рафаэл будет очень рад видеть всех вас. Вы знаете, какой он фанат Иерусалима, по-другому не скажешь. И, конечно, этот курс лекций для него очень большое, важное, ответственное дело. Он подходит к этому с очень таким серьезным, академическим, научным подходом. Извините за тавтологию. И очень ждет от вас отклика, то есть посещаемости и, собственно говоря, ваших отзывов потом в комментариях, вопросов и так далее. Так что, кто интересуется историей Иерусалима, приходите. Это, по сути дела, беспрецедентный проект. Я нигде не встречала такого масштаба проект по истории Иерусалима на русском языке и по столь маленькой цене. Так что, вот. Для тех, кто не знает, Рафаил историк отечности и филолог древних языков по образованию. Так что это его тема, можно сказать, прямая его тема. Ну вот, мои дорогие, я с вами прощаюсь. Завтра в пятницу, надеюсь, в срок выйдет наш блог «Святая Земля» сегодня о Йом-Кипур, о сегодняшнем потрясающем дне в Израиле. И мы надеемся, что наши выпуски все приносят вам какую-то радость и пользу. Желаю вам благословения Божьего во всех без исключения ваших делах и начинаниях. Всего самого-самого доброго. До свидания.